всем привет с вами андрей у нас рандом adventures собственно рогалик это рандомное приключение рогалик вторая часть собственно мы в прошлый сервис на том что победили тирана нас телепортировали на него остров и собственно ну где немножко подкачался вне серии у нас получилось вот такой вот а собственно снаряжение в данный момент тут самое важное конечно собирайте еду если вы пойдете ну пути здесь тут очень важно чтобы у вас было бесконечный инструмент потому что есть нет возможности починить инструмент от слова совсем и вот этот вот мудрец который есть присутствует а прям крайне очень полезное существо которое позволяет вам просто отдохнуть и покинуть покидать это место ну покидать это место не стоит а вот отдыхать это прям вам жизненно необходимо он вам восстановит всю вашу магию всю вашу хп хп вашему питомцу также собьет ваш весь голод в ноль собственно по навыкам что у нас что вы имели представлением у нас 1 орк начинали мы за клирика собственно у орка есть толстая кожа и 5 процентов снижения урона талант берсер который мы практически не используем и самый важный навык это первый удар который позволяет ему до начала боя ну как сказать до начала боя то есть в начале боя то есть бой как бы не начался враг вас даже еще не успел ударить а вы его уже ударили то есть из-за этого в бой проходит чуть проще также у нас владение посохом но мы постоянно бьем посохом управление жизнью это собственно управление магией исцеления собственно очень полезный навык позволяет лечить как вас так и питомцы талант не сломленный я рекомендую качать в первую очередь потому что вы просто выживаете с одним очком хп но голод конечно и погода вас может убить но факт в том что голод убить если у вас максимальная полоска голода погодные условия если вы начнете двигаться по карте и не восстановите свое здоровье по другими способами когда сбежите с поля боя но опять же вам как вы в одной из серий прошлых помните нас получается враг добил мы но мы с боя не сбежали то есть вам еще нужно сбежать с поля боя будет для того чтобы либо как-то восстановить своему здоровью ну в общем навык несломленный я рекомендую качать первую очередь во вторую очередь рекомендую качать кузница которая присутствует в поселении дать до десятые собственно до десятого уровня и также качать к узнице которые присутствуют в навыках ну собственно дровосек которые у нас не прокачен особо вампиры я не рекомендую брать а это слова совсем оба к нам уже лет бесполезный пить кровь ну Ну, чуть-чуть там кровь крайне редко падает, поэтому сомнительная. Эффективность, да, но инструмент можно найти максимальной прочностью, то есть он не будет ломаться совсем, но эффективность, как и профессионал, хорошие навыки. Управление монстрами – это талант полезный. Он, по сути говоря, книгу поимки монстров вам нужно искать в первую очередь на первом же острове. Если вы ее не нашли, вы можете сразу рестатить, потому что либо книгу поимки монстров, либо чтобы у вас магазин был питомцев, чтобы вы могли купить себе хоть какого-то питомца. Потому что без питомца играть очень тяжело, поэтому играйте только с питомцем. Собственно, книга управления монстрами, то есть поймать монстра, либо на первого уровня, либо просто чтобы магазин питомцев был у вас, и вы смогли, получается, купить себе рандомного питомца. Как его выбирать, питомца? Вообще я рекомендую брать именно дракона, форму дракона, любого дракона, но желательно... Сейчас я покажу. Чтобы у вас дракон был, надпись, собственно, Юнг, там не важно, Голд, Грин, там не важно, Блю, Ред и Драгон. Вот именно такой тип. А почему именно его? Потому что он, скажем так, более сильный. Вот если вы можете посмотреть, он... А как определить, что он сильный, слабый и так далее? С помощью анализа. Этот перк, который у меня также прокачан, я анализировал, когда я искал лучшего питомца. Я с помощью анализа, вот он, собственно, присутствует, аналитик. Он показывает сложность моба. Я, конечно, мог бы показать, но у нас нет драконов, чтобы я ему опыта показал. Вот, вы можете с помощью этого перка проанализировать и посмотреть. А, собственно, талант Хищник, поедание сурового мяса восстановит голод. И талант Каннибал, очень важные таланты. Они позволяют вам просто не думать о том, что, ну, собственно, вы будете есть, вы просто трупы... Вы убили моба, съели, убили, съели, убили, съели. Вы даже не думаете, по сути говоря. Полезный талант. Талант Корняк, это, собственно, на профессию. Талант Каннибал, то есть, так называемое освежевание трупов. Рудокоп, это копание... Ну, просто, в общем, копание в шахтах, не в шахтах, собственно, просто каменные какие-то глыбы. Талант Алхимик, собственно, более эффективные ваши зелья будут. Талант Шеф, вот я... Можно прокачивать, но, как видите, он в данный момент мне не нужен, потому что еды здесь нету. На текущем уровне здесь нет вообще еды, здесь вся нежить. А нежить не оставляет трупы, которые можно было бы съесть, либо освежевать. Вот. Поэтому навык Шеф, он не нужен. Да он Алхимик, он нужнее был бы в этом вопросе. Ну, Мясник, это, собственно, разделка трупов до мяса. То есть, вы разделываете трупы в мясо, и тем самым вы их можете потом есть, если у вас, например, есть навык Хищник. Если у вас есть навык Каннибал, вы можете есть прямо уже сами трупы. Аналитик, я уже говорил, анализировать МОБа, узнать его основные характеристики. Вообще, я рекомендую смотреть на последнюю колонку, это сложность. Чем выше сложность МОБа, в основном это очень сильно заметно на боссах, тем более критично с ним будет драться. Ну, собственно, вот это вот использование тратит ваш голод. Но владение прощой, это так называемое, ну, либо плащу прощой, либо арбалетом, либо луком, это так называемое опережающее. То есть, бой еще не начался, как бы, а вы вот уже с лука проща или арбалета выстрелили как на опережение. Скажу сразу, с орком эта способность не работает. То есть, с его упреждающим ударом это не работает. То есть, вы либо стреляете с прощи, ну, лука, либо арбалета, либо вы бьете орком упреждающий удар. Вместе это не работает. Поэтому, если вы выбираете кого-то, выбирайте уже с умом. Но по поводу снарядов, снаряды, конечно, эффективнее играть в прощи, потому что там просто камни. Стрелкак в этом вопросе трудновато качать, потому что, ну, у него единственное только через камни идти, через прощу. Что более эффективно. Но, опять же, нормальную прощу вы на начальных уровнях вряд ли найдете. Есть только вооружение, как купить. Но, опять же, не факт, что вам именно проща там выпадет. Там может быть и арбалет, и, собственно, лук, и так далее. Вот. Что касаемо навыка турист и пловец, полезные навыки рекомендуется тоже их брать, и они позволяют вам меньше голодать. Вот, например, также фотосинтез. Вообще голод не будет повышаться при солнечной погоде. Но солнечную погоду рассчитывать особо не стоит. Оставшийся в живых это снижает урон от полного голода. То есть, когда полоска голода будет максимальная, то есть 100%, либо больше. Если у вас есть соответствующий навык подкласса, когда вы играете, например, не за орка, а за другой класс, там есть, не помню у кого конкретно, факт в том, что есть больше сытости у кого-то. Собственно, полный голод, соответственно, больше и будет 100%. Соответственно, ну, точнее, не 100%, а по 100 единиц. Вот. И он будет больше, соответственно, у вас голод будет чуть больше. Но, опять же, урон в любом случае будет снижаться с помощью этого перка. Вот. По навыкам, собственно, я рассказал. И инвентарь в целом. Ну, инвентарь, то, что я смог найти. Еда, это прямо вообще антиквариат здесь. Это я не знаю. Поэтому вот приготовленное мясо, которое у меня присутствует, это прямо вообще, это, ого-го, антиквариат еще тот. Лечебные зелени большое количество. Кости, то, что находится на, большое количество на плане вот этого тирана. Палки тоже находятся, савидные перья. Ну, и кровь тут огромное количество. Вот, собственно, сама душа острова. Душу острова дают вам, когда вы проходите остров на 100%. Не знаю, для чего они нужны, но факт в том, что, собственно, видите, ни описания, ничего, непонятно, куда их девать. Зубы, собственно, в основном с нежити падают. Ну, либо смовов, у которых они присутствуют. Ну, для зелий нужны. Единственное, что можно. Финики, собственно, еда. Еда в любом случае всегда полезная. Особенно, как вы видите, у нас тут еды вообще нет на этом острове. Нежить не оставляет трупы, тем самым ее нельзя ни разделать, ни приготовить. Что очень весело. Приходится, вот если бы не было вот этого мудреца. Вот он, собственно, мудрец, который вы видите на экране. В самом начале с ним можно поговорить. Я, честно говоря, даже не знаю, что можно было еще делать. Что касаемо финика. Ну, это еда. Она падает с пальм. Полезная вещь. Сама по себе восстановит пятницу, занимаясь голода. Но ее можно соединить там с другим рецептом. Сейчас я покажу этот рецепт. Собственно, открываем еду. И, собственно, смотрим. Вот есть кокосы. У меня тоже они присутствуют. Количество 10 штук. Это кокосовую еду можно сделать. Ну, так, 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 где же. Ну, суши это не то. Это суши. Это вообще антиглариат. Желатинные вот это. Но это тоже труднодобываемые. Но если по квесту понадобится, наверняка вам нужно будет это. Тушеная рыба. Рыба. А, тут нету получается. В общем, там есть рецепт, видимо, в зельях, который собирает ее... Ну, собственно, вот это вот все. Или не в зельях. Ну, факт в том, что я где-то видел. Ладно, не будем на этом останавливаться. Факт в том, что еда в любом случае полезной другой еды на острове тут нет. То, по крайней мере, на текущем острове Тирана я не нашел другой еды от слова совсем. Алмазное снаряжение. Я надеюсь, что мы все-таки рано или поздно доберемся до кузнеца. Что вряд ли, конечно, но все же. Чтобы была возможность разобрать, получить алмазы. Зелье маны. Ну, я думаю, понятно, что зелье маны, оно восстановит вам значение магии. Какое конкретно указано в скобочках. В нашем случае оно, например, 174 будет. Орех, это тоже считается едой. И восстановит также 5 нитс голода. Но все-таки это мало, но все же здесь как-никак присутствует. У нас получается баф временное зелье скорости. И также присутствует баф зелье защиты. Зелье лечения я уже не останавливался. Лечения в любом случае лишним не будет. Ремонтный набор он используется для ремонта инструментов. То есть, а инструменты это у нас, собственно, тесак. Сейчас я вам покажу наглядно, чтобы вы понимали. Ну вот, собственно, тесак, топор, охотничий нож, сеть, удочка. Почему их скрафтить нельзя? Потому что на острове есть дерево, но я не взял с собой топор. Также на острове нет камней. То есть, вот, например, вам нужно, если вы хотите идти на остров Тирана, когда вы пойдете, будете проходить сами, вам нужно брать с собой, собственно, материал. Такой, как камни, дерево, собственно, палки, растения и так далее. А все остальное вы и тогда будете здесь. Ну и, собственно, инструменты к ним. А если у вас инструмент бесконечный, то есть, без прочности, я такой видел в продаже, он около 50 тысяч стоил, то есть, ну, это крайне редкий, видимо, инструмент, то это же вообще шикарно. Вы можете даже без кузнеца, без ремонта его все делать, что очень-очень полезно. Собственно, по инвентарю я, в принципе, закончил. Единственное, волшебный камень, он меняет, получается, атаку с интеллектом местами. Значение атаки меняется на значение интеллекта и наоборот. Зелье труса позволяет вам сбежать с поля боя, но когда вы его выпьете, собственно, будет еще один ход. То есть, вы, получается, как, вы можете пересмотреть одно из прошлых видео по этой игре, получается, мы выпили зелье, но сбежать не успели. То есть, вам нужно еще ХП иметь в наличии, чтобы вы успели сбежать. Исключение есть только у вас как раса, например, есть, не ошибаюсь, ящерица, которая всегда сбегает, вне зависимости от возможности, если есть возможность сбежать. Собственно, стеклянная бутылка используется для зельев, песок тоже для зельев используется в основном, ну, чтобы сделать стеклянную бутылку. Тесак, собственно, для разделки туш, ну, еда, понятно, чтобы есть, и мана тоже, понятно, лечебное зелье тоже, понятно. Собственно, спускаемся, вместе с вами бежим, поднимем песок. Ну, можно 49-го зацепить, он не самый бесполезный. 49-й, они просто нам опыт приносят, потому что у меня, собственно, уровень 58-й. Как вообще считается уровень, что вы имели представление, я вкратце расскажу. Сейчас я покажу. Собственно, а, здесь нет такой возможности, да? А, вот, есть. А вот, смотрите, вы можете заметить, что все уровни привязаны к семерке, но ваш персонаж максимально может достичь, собственно, ну, вообще он может достаточно высокого уровня достичь, но имеется в виду, на одном острове, остров кратный 9-ти. То есть, вы, получается, на первом острове 9-й уровень, на втором 19-й, на третьем 29-й, на четвертом 39-й, на пятом, собственно, 49-й, на острове, который мы сейчас присутствуем, собственно, 59-й уровень можно достичь. Ну, это максимум. То есть, выше, ну, если, конечно, вы через зелье опыты выпьете, с максимально прокачанным алхимиком, тогда вы сможете, уровень выше гораздо будет. Собственно, вот такое вот снаряжение. Я смог скрафтить на 58-й уровень костное снаряжение. Из дерева у меня, по понятным причинам, нет дерева на данном снаряжении. Костный посох тоже нужны дерева, как и костные проща, там вообще нужны нити, которых у меня, соответственно, нету. Поэтому я вот как-то так смог только собраться. Также я играю на режиме хардкор. Сейчас я вам покажу это. Где это у нас? Вот, видите, то есть у меня подписано, что это режим хардкор. То есть, если я умру, мой персонаж погибнет. Игра закончена для меня. В данный момент мы спускаемся в ад. У нас есть квест. Спуститься в ад. И, собственно, убить дьявола, как вы можете. Видите, первый квест. Вот, собственно, лестница в ад. Спускаемся в ад. Я не знаю, что у нас там ждет. Давайте посмотрим. Нам говорят, что вы не сможете вернуться на Тиранский остров. Вы хотите все равно войти. Мы отвечаем, да. Лестница в ад. Нас телепортирует на следующий остров. И тут мобы 58-го уровня. Лава и огонь. Это ад. Вы, наверное, чувствуете запах серы и видите, что кишит демонами и созданиями зла. На самом деле, главное, чтобы эти создания зла дропали нормальные ресурсы, а все остальное неважно. На начале, когда вы переходите с уровня на уровень, вам в любом случае будет тяжело. Вот, например, когда вы перешли, ну, грубо говоря, с девятого уровня, то есть максимального уровня с первой локации, с первого острова, на девятый, собственно, на следующий остров, и там мобы уже девятого уровня. Вообще они будут с седьмого по девятый, включительно, именно поэтому рекомендуется именно с девятого уровня приползать на остров. Нам сходу мудреца дали, это очень хорошо. И у нас, собственно, имп пятьдесят восьмого уровня. Давайте посмотрим, что это. Рейтинг испытаний один, собственно, вот про этот рейтинг испытаний я и говорил. То есть я анализировал мобов именно по вот этому рейтингу испытаний. То есть чем сильнее моб, тем вот эта цифра рейтинга испытаний будет выше. Например, у дракона она около десяти. Одиннадцати. Если я не ошибаюсь. Выбили, собственно, импа. Как вы можете видеть, с импов ничего не упало. На самом деле это очень плохо. Если с них вообще ни хрена не падает, это плохо. Но тут присутствует мудрец. Если я тебе понадобится, то я буду здесь. Если тебе нужно отдохнуть или покинуть тебе место, просто поговори со мной. И цена будет 1640. Отлично. Давайте отдохнем, чтобы мы... 59-й это сильнее, чем предыдущий. Ну, деревянный мусор нам по понятным причинам не нужен. Давайте полечим своего питомца. Наша задача, чтобы питомец получил уровень. Ну, собственно, мы тоже. Давайте проанализируем. Вот вы видите, рейтинг распадания уже 8. То есть, существо сложнее. Чем больше у него действий, как вы видите, тем больнее существо будет бить. Боссы, они вообще там... У них рейтинг чуть ли не в 13 упирается. То есть, это откровенно дохрена. Вот для чего нужно лечение. Для того, чтобы вы свою шкурку, как и своего питомца... Вот смотрите, рейтинг уже 11. То есть, видите, очков действия 3. То есть, рейтинг уже становится 11. То есть, хотя уровень 57. То есть, вот это существо было бы в соло сильнее. Собственно, опять же, та же самая кровь. Для нас она неинтересна. Восстанавливаем себе здоровье. Восстанавливаем здоровье питомцу. Я в первую очередь рекомендую именно вокруг... Вот смотрите, рейтинг 5. Вокруг этого НПСа обходить. Собственно, мы получили 59 уровень. Отлично. У нас 356 баночка. Давайте посмотрим, сможем ли мы ее заменить чем-нибудь. Нет, это слабая баночка. У нас есть дубликатик. Поэтому для нас она неинтересна. А нам ячеек не дали места? Нам места не дали. А у нас, собственно, присутствует... Давайте возьмем ячейки места. Собственно, увеличивает количество предметов, которые вы можете внести на 5. Давайте возьмем. Ну, чтобы просто побольше своих предметов тащить. Но ячейки места, по сути говоря, вообще бесполезные. То есть вы можете лишнее выкинуть, что-то поднять. Ад, конечно, в этом вопросе. А, кстати говоря, тут урон нам наносится. Вот, собственно, урон погоды, как говорится, присутствует. Урон от жара мы получили 3 единицы. То есть я, когда был в тундре, именно в тундре, мы получали урон... Мой персонаж получил урон от холода. Тут в тундре мы получаем урон от... Собственно, жары. По понятным причинам их снаряжение мусорное, потому что у нас уровень легендарное снаряжение, поэтому для нас оно бесполезно. Очень плохо то, что тут не отображается наш НПС, поэтому нам нужно запомнить его местоположение. Он находится на 4.3. Нам его, конечно же, подпишут. То есть нам его сейчас вот здесь вот... Как вы видите, 4.3, он подписан. Но всё равно его лучше, конечно, чтобы он присутствовал с надписью. Кости. Питомец апнулся на 60 уровне. Это говорит о том, что он уже будет сильнее. Но в Льмосовиче мы будем проседать по ХП питомцу, пока наш питомец не перекачается сильнее мобов. Собственно, качаемся. Качаем питомца. По поводу Трисмана Жука я, честно говоря, не знаю. Я не нашел рецепт для его использования. Поэтому сложно сказать, для чего он здесь вообще нужен. Бьём именно питомцам, для того, чтобы питомец получал тоже опыт. Вот. Зелье маны на 258. Давайте посмотрим, есть ли у нас альтернатива этому зелью. Если не ошибаюсь, питомца надо ещё раз полечить. 258. У нас, наверное, хуже зелья. Да, у нас зелья 174. Давайте его выкинем, поднимем вот это. Хотя мы, в принципе, можем оба поднять. У нас пока инвентарь позволяет. Глаза, кстати, здесь падают. Что интересно. Возможно, какой-то рецепт можно будет сделать глазами. Давайте посмотрим, что у нас за рецепты по глазам. Есть ли у нас вообще такая возможность. Собственно, зелья. Лечебное зелье. Тут грибы нужны. Это нет. Грибы, опять же. Опять же, растения нужны. Воскрешение. У нас заклинание есть. Опыт. Нужен череп рыба. Атака кактус нужен. Интеллект. Вот, интеллект. Но, опять же, у нас нет удочки. Поэтому глаза для нас, по сути говоря, бесполезны. Зелья скорости. Зелья труса. Зелья мула. Также еда есть с глаз. Ее стоит, нам стоит глаза подбирать. Единственное, сможем ли мы их сделать. Давайте посмотрим. Всю еду. Это у нас желатин. Это водоросли. Растения. Кокосы, понятное дело. Овощи. Это не то. Я в данный момент ищу глаза. Используются ли они для крафта и стоит ли их подбирать. Или мы обойдемся и без них. По крайней мере, пока что я вижу, что глаза нам не нужны. Да, как видите, глаза нам особо и не нужны. Поэтому мы обойдемся и без глаз. Собственно, чтобы вы понимали. Очень много глаз, если говоря, интересно. Ну, тут, как вы видите, всего лишь два МПС. Поэтому вряд ли сюда торговцы зайдут. Собственно, чтобы по интерфейсу-то атаковать. Это, собственно, обычный бой с руки. Выстрел. Это, собственно, выстрел с оружия дальнего боя. Проща, лук, арбалет и так далее. Но для этого нужны патроны, разумеется. Анализировать. Это, собственно, способность, которая перка. Вот у нас, собственно, рейтинг испытаний 5. Он, в принципе, ничем особо не тяжелый. Но если бы у него рейтинг испытаний был около 20, мы бы, конечно, охренели. Собственно, 60 уровень мы получили. По понятным причинам, когда мы найдем наших босса локации, мы его наверняка найдем. Нам нужно будет прокачать максимально снаряжение, прокачать максимально уровень. И только потом уже идти на босса текущей локации. Для этого нам очень сильно поможет кузнец. Железное кольцо, я думаю, нам не актуально. Учитывая то, что железа нету, у нас возможность его добыть. Идем на 3-4 для того, чтобы восстановить свой голод. К мудрецу берем у него отдых. И у нас, собственно, голод упал. Продолжаем драться с мобами. Огромное количество глаз. По идее, их можно подбирать все, но непонятно, зачем они нам. Мы вместе с вами посмотрели по рецептам. Они ничем особо не примечательны, эти глаза. По крайней мере, у меня нет такого рецепта, куда бы они пригодились, эти глаза. Вот кровь, она нужна. Она нужна для некоторых рецептов, таких как еда, не еда и так далее. Чистим локацию. Кстати говоря, по поводу прорицателя. Прорицателем, в принципе, можно обойти, в плане того, что вы его просто как бы перки, я имею в виду, прорицатель. Вот. Чем вообще перк прорицатель полезен? Он позволяет вам, когда придете на уровень, то есть, грубо говоря, на текущую клетку, например, 1-2, и вам скажут, а здесь что-то есть. То есть, ваш персонаж будет сообщением высветиться. Если у вас есть прорицатель, он вам подскажет. Вы нажимаете действие, нажимаете искать, и вы найдете какой-то рандомный предмет. Какой конкретно будет непонятно, но факт в том, что вы найдете один рандомный предмет. Костяные перчатки у нас присутствуют, как вы можете увидеть. У нас вообще из костей только не хватает костяной доспех. Не хватает. Если бы у нас нашли бы костяной доспех, это было бы шикарно. Но пока у нас нет такой возможности. На самом деле, кровь я тестировал без вот этого мудреца, который присутствует на уровне, честно говоря, очень тяжеловато. Потому что непонятно, как сбивать голод. Еды нету, мобы не оставляют после себя еду. Зелье еды, оно также не работает, потому что 61 уровень. Зелье еды также не работает, поэтому непонятно. Оно, по идее, не должно вообще поднимать этот голод, но оно поднимает голод даже при ходьбе. То есть, как-то так. Возможно, что-то не доработано где-то, но зелье голода, оно поднимает голод даже при ходьбе. Я много раз тестировал, думал, что возможно какая-то ошибка или баку. Давайте я сейчас наглядно это продемонстрирую, что вы тоже имели представление. Сейчас я полечусь. Собственно, полечился. Вот, например, у нас сейчас голод. Давайте посмотрим, сколько у нас сейчас 35 голода. У нас нам нужно зелье сделать. Зелье еды, так называемое. Делаем зелье. У нас он называется большой живот. Выпить его, чтобы стать временной неузъемом голода. Хорошо. Создаем. Обратите внимание, 36 у нас голод. Мы пьем временное зелье. Оно 13. Ходим. 37. Бьем. Ходим. 38. 38. То есть, голод, видите, нас все равно бьет в любом случае. То есть, по сути говоря, это зелье бесполезно. Оно чисто для прокачки этого. Для прокачки алхимии нам может помочь и больше оно нам никак не поможет. Поэтому как-то так. Что касаемо золота. золота по сути девать некуда. Поэтому количество золота тут просто закидывает только в путь. Что касаемо костей, это самые полезные предметы, которые падают с мулов, потому что с костей можно сделать еду напрямую. вот у меня собственно рецепт присутствует. Открываем еда. Из костей собственно можно сделать костный мозг, который восстанавливает 25 единиц голода. Это очень много на самом деле. конечно, несколько 50, но все же на начале можно показаться это мусором, но сейчас вот здесь когда есть нечего, по сути говоря, поэтому любая еда она кажется на вес золота. Как вы видите, у нас 50 голода, но возвращаться к НПСу для того, чтобы не просидеть голод, не проспать и не получать урон еще дополнительно помимо собственно жары, которую мы сейчас получаем постоянно, еще урона голода не получать. а мы опыт за них в любом случае получаем, поэтому мы их бьем всех без исключения до получается 69 уровня мобы на текущей локации нас очень сильно интересуют. Если мы отклимемся случайно на босса, нам нельзя его бить, потому что мы к нему будем просто не готовы. во-первых он квестовый, то есть нам нужно будет его чуть позже бить. Собственно еще 62 уровень получили. Зелье лечения стоит поднимать, потому что когда начнет бить голод вас, ваш хп начнет уменьшаться. А зелье лечения оно как раз восстановит вам здоровье, тем самым мы сможем дойти до кузнеца. до кузнеца, до мудреца, который нам поднимет наше собственно здоровье повыше. Ну и также собьет голод. Временную защиту мы конечно же поднимаем, потому что все бафы, которые нам смогут помочь против боссов, они жизненно необходимы для нас, поэтому мы все их поднимаем. Что касаемо медленности, амулетов всевозможных, самые лучшие амулеты скорее всего будут те, которые мы сами скрафтим, поэтому надеяться на то, что нам что-то выпадет, полезно и это бесполезно. Что касаемо глаз, вот их видите, очень много падает, но проблема глаз в том, что у нас скажем так нет рецепта, из которого мы могли бы что-то с них сделать. Поэтому непонятно для чего они нужны. вулканический камень, он используется в рецептах, используется для оружия, собственно, зачарования огня. я не собирал это снаряжение, имея ввиду ледяное, собственно, я находил морозные камни, вот сейчас нашел вулканический камень, я не использовал морозное снаряжение, поэтому как он именно бьет, я точно не могу вам сказать. И скрафтить у нас скорее всего это снаряжение не получится. Вот опять же бронзовый щит, но он обычный, из-за этого у нас нам нет смысла его одевать. Очень сильно проседает здоровье нашего питомца. Лечебное зелье практически на 600. Вот видите, у нас уже инвентарь закончился. То есть место в инвентаре это прям не знаю, такое чувство, что не резиновое. По поводу совиного пера, она используется в основном для боеприпасов, то есть те же болты, те же стрелы, кроме соответственно камней упрощи, которые тут наверное стоит опять же качать и продолжать глубокие карманы для того, чтобы мы просто скажем так побольше с собой тащили. учитывая что голод уже больше 50% стоит бежать к НПСу и его сбивать. У нас уже у здоровья у нашего дракона все меньше и меньше становится. Будем восстанавливать ему рано или поздно мы найдем главного босса 63 уровень на текущей локации дракон 65 4 3 насколько я помню он у нас стоит поэтому наша задача дойти до 4 3 убить сначала этого моба и собственно поговорить с мудрецом для того чтобы отдохнуть была возможность мы полностью отдохнули тем самым он нам сбил голод на самом деле теперь можно вообще включить автобой имеется ввиду автоподбор предметов и не заморачиваться давайте так и сделаем для того чтобы чуть быстрее все двигалось а собственно автоматический подбор предметов после боя учитывая то что у нас элементарь полный тем самым нам будет так проще единственное нам постоянно нужно будет лечить питомцу но это временная мера пока питомец не перерастет их по уровню как только питомец перерастет врагов наших по уровню тем самым нам не нужно будет никого лечить питомец сам будет выдерживать их удары глаза мы не берем как я говорил ранее потому что они нам просто не нужны талисман жука нам также не нужен по крайней мере я не нашел применение кроме как продажа на продажу он хорошо идет но учитывая что торговца тут нету поэтому для нас талисман бесполезен а также можно что касаемо я думаю снаряжение которое из рецептов для нас бесполезно дракона чиним у нас он очень сильно проседает по хп у нас судя по всему максимальное число 387 по лечению на данный уровень поэтому если лечится он полностью то нужно скорее всего еще раз дракона лечить давайте полечим себя полечим дракона также можно проанализировать мобов для того чтобы покачался перк анализа но единственная проблема этого перка в том что он употребляет голод что не всегда удобно собственно мы нашли дьявола он 61 уровня ну соответственно скорее всего мы сможем его убить но мы лучше подготовимся еще раз и чтобы уже 100% его убить потому что я не думаю что он слишком слабый противник будет обратить маня рейтинг у него был 8 то есть это моб достаточно тяжелый уже был собственно мы получили душа острова ад получили также вулканический камень душа острова это собственно когда мы полностью пробили остров тем самым мы можем забрать его душу жалко есть нет хотя бы одного торговца на другой страны нахрена нам торговец если нам некуда делать деньги да ну просто качаемся качаем уровень в идеале переодеть у нас питомец 66 уровня уже лично бежим на 4-3 для того чтобы полечить своего питомца для того чтобы просто восстановить себе здоровье сбить голод поговорить поговорить с мудрецом собственно для этого необходимо зелье зелья маны на 200 давайте посмотрим можем ли мы его поднять до наверное вместо этого но опять же нам нужно два тогда выкидывать самое интересно что все предметы будут исчезать то есть которые вы бы не оставили поэтому особо привязан с какому конкретному предмету нет смысла наша значит докачаться до 68 уровня на текущем острове переодеться с помощью кузнеца переодеваться мы скорее всего будем в костное снаряжение у нас оно присутствует как вы видите тут 6 пунктов если не ошибаюсь нам не хватает костяных доспехов а для того чтобы сделать оружие так называемый посох костяной нам нужно дерево у нас его нет так бы мы конечно еще бы дерево создали здесь кстати я заметил нету от слова совсем этих ни пальм ни пляжей ничего тут чисто лава и все соответственно крафт получается ну крафт какой-то например те же тот же песок который мы до этого делали он для нас будет бесполезен то есть в теории мы можем сейчас освободить себе одну ячейку с помощью песка сделать себе стеклянные бутылки 7 штук и собственно у нас освободится одна ячейка в инвентаре потому что песка на текущей локации нету слова совсем поэтому мы можем смело как собственно это работает прорицательность вы просто подходите нажимаете кнопку искать и ищите и так всю локацию ну это имеет ввиду если у вас нет прорицательности если у вас есть прорицательности она вам подскажет где конкретно нужно искать то есть вы зашли на клетку на какую-то конкретную например клетка 0.3 вы за нее зашли вам сказали что тут что-то присутствует нажали кнопку действия нажали кнопку искать и что сразу нашли но в моем случае я ничего не нашел потому что там ничего не было поэтому просто сейчас пройдем по кругу для того чтобы собрать все предметы которые присутствуют на острове с помощью поиска с помощью прорицательности но которую у нас она отсутствует как бы но в то же время она и присутствует потому что мы знаем как она работает из-за этого мы можем ей пользоваться поэтому на каждой гретьке нам просто нажимать поиск и в надежде найти хотя бы один предмет здесь лечебное зелье собственно мы конечно лучше возьмем лечебное зелье и выкинем вот этот деревянный щит нам не нужный действие искать лечим своего питомца для того чтобы просто не проседать сильно по здоровью чем полезен именно прохождение посохом потому что посох устанавливает вам магию то есть сейчас я вам покажу за он правда за голод устанавливает но все вот смотрите например бой идет да ну не важно какой именно враг ваша задача когда вы деретесь посохом и у вас прокачан навык нажимаете умение у меня присутствует поглощение мана обратите внимание у меня 214 единиц магии в данный момент мы бьем похищение маны у меня получается фул у меня то есть это 170 магии мне восстановили что достаточно много но у меня голод подрос как вы можете заметить 64 единиц то есть нам нужно бежать максимально быстро к этому мудрецу для того чтобы он нас обрадовал как говорится обратите внимание мы нашли медные штаны собственно через прорицательность ну опять же ну каско через в мнимую прорицательность на самом деле у нас ее нету мы бы ее так и не смогли бы найти но с прорицательностью мы просто не бегали не тыкали каждую кнопку а просто бы нажали один раз и бы сразу же пришли к месту и все сразу же увидели бы а так у нас получается каждую клетку надо обшаривать ну во первых уровень качается а во вторых просто она более эффективна что ли обратите внимание мы нашли собственно карту и собственно а насколько я знаю скорее всего можно копать по крайней мере я так думаю но они в большинстве случаев плюс-минус в одних и тех же местах давайте посмотрим для этого нам нужно освободить одну ячейку мы нашли душу острова но опять же она дается когда вы следуете сто процентов острова используем и и она мы решим на 0,8 где-то есть ячейка шаг 5 уровень отлично у нас в любом случае будет нам нужно искать много искать потому что на кресте искать бесполезно я думаю скрещен кресте нужно копать но у нас нет лопаты чтобы это проверить тоже пока нет возможности 393 наш максимальное восстановление здоровья в данный момент мы продолжаем поиск она сбьет получается жировой что не всегда удобно потому что жара все-таки это такая тяжелая недостаточная вещь но опять же она может кажется не особо опасная но она все-таки настакает урон то есть 3-3-3 и так далее то вам прям откровенно некомфортно будет количество золота оно по сути говоря нафиг не нужно то есть я по крайней мере не нашел применение этому золоту если бы хотя бы ну кроме как сейчас приползти к мудрецу и попросить его себя вылечить это нам единственное чего тут золото нужно еще равно зелье маны давайте посмотрим что нам там за мусор оставили заберем зелье маны лучше мы искали здесь я не помню вроде поищем пробиваем мобов нам осталось буквально 2-3 уровня ну если бы точным 3 но мы только-только апнулись поэтому для нас это будет очень-очень долго мы ничего не нашли деревянная булава нам не нужна во-первых она обычная у нас все предметы уже легендарные то есть плюс она это булава соответственно а булава ну мы не специализируемся на булавах мы специализируемся на посохе соответственно булава для нас будет неинтересна обратите внимание мы нашли оловянный нагрудник через прорицательность ну так называемую прорицательность мы нашли оловянный нагрудник но он обычный для нас он неактуальный но сам факт наличие того что мы смогли это сделать он все-таки удивляет поэтому а поиск то есть этот поиск который я сейчас веду он работает только один раз то есть имеется ввиду если вы один раз нашли предмет то в следующий раз вы там его уже не сможете найти поэтому если вы нам просто нужно пробежать всю полную локацию облутать ее и как говорится закончить на этом вот это у нас очень сильно проседает по здоровью что очень плохо у нас 66 собственно давайте умудриться восстановим себе немножко значения голода чтобы она у нас убежала продолжим двигаться дальше зелье труса на самом деле крайне полезное зелье позволяет вам сбежать с поля боя то есть если очень сильный босс вы просто ну либо опять же то есть оно работает в два хода соответственно вы первый ход пьете второй ход вы уже убегаете то есть вы кнопку убежать нажимаете и она срабатывает именно потому что есть шанс того что зелье просто не сработает идеально нам конечно его поднять но чем бы его заменить пока непонятно собственно вот давайте еще один этот живот выпьем обратите внимание у нас 3 единицы голода в данный момент сейчас уже 4 давайте поищем предметы нам опять же нам дали рецепт изготовления кирка скорее всего мы его знаем давайте посмотрим это является инструментом а кирки у нас хотя говоря нет обратить внимание кирку мы как инструмент не собрали соответственно нам нужно ее поднять и изготовить ну как сказать мы изготовить ее не сможем нам нужно о ней просто узнать для того чтобы мы просто имели представление возможно если когда-нибудь выучили собственно кирку когда-нибудь появится возможность покрафтить мы собственно возможность покрафтить ее используем собственно инструмент у нас появилась кирка она делается из камней но у нас нет ни камней и не дерево на текущей локации. Как у нас собственно с собой на интере талии. Лечебное зелье на 400 неплохо. На самом деле хотелось бы его поднять, честно говоря. Но чем мы его заменить, пока не ясно. Давайте на 300 дропнем, на 400 возьмем. Зелье. Собственно локация с мудрецом, но скорее всего пустая. Эффект зелья большой живот проходит. На самом деле он никак не сработал для нас. Этот эффект большой живот. Не знаю, возможно разработчик как-то его не детестировали, что-то и так, но мне непонятно, по крайней мере, как он работает. Глаза к игорю ранее мы не поднимаем, потому что они у нас просто ни в одном рецепте не участвуют. По крайней мере, из тех, которые я смог собрать. У нас, получается, не получает опыт уже дракон за 67 уровень. Соответственно, дракон уже чуть меньше опыта гребет. Ну, за 59-х они должны получать. У нас, собственно, 400 зелье на 400. Давайте что-нибудь еще дропнем. Такое-нибудь зелье на 300, например. Если есть вот зелье на 300 у нас есть, давайте возьмем зелье на 400. про кости я уже говорил, мы, в принципе, благодаря костям, собственно, и крафтимся в снаряжении на текущий уровень, поэтому для нас кости очень-очень важны. Карта, в большинстве случаев, она... Так, момент. В большинстве случаев, она бесполезна. Она открывает, собственно, место, как я понял, для копания. Ну, если вы уже их открыли, эти места, либо их нашли, то карта, по сути говоря, бесполезна становится. Вот. Я думаю, мы вместе с вами на этом закончим. Мы, собственно, прибыли на этот остров. Мы, как говорится, выжили, по крайней мере. Тут важно, когда вы прибываете на этот остров, очень важно, чтобы вы выжили именно на вот этом переходном этапе, потому что оба будут равного с вами уровня. То есть, вы, например, на девятом уровне перешли на остров, и мобы будут с седьмого по девятый уровень на следующем острове, когда вы перешли. И, соответственно, очень важно, чтобы вы именно в этот момент пережили этих мобов, потому что... И чтобы шли дальше. Вам в этом поможет очень сильное лечение, которое... Получается, вообще, она книга лечения, так называемое целебное прикосновение, которое я очень часто использую. Оно, во-первых, можно ее получить с клирика в самом начале, но также можно в волшебных магазинах его найти, книгу в продаже. Также есть, насколько я знаю, есть еще сильнее заклинание целебное вот это вот исцеление. Но, опять же, для нас оно, правда, недоступно. Поэтому мы не будем особо сильно заморачиваться в этом вопросе. Ладно, мы будем на этом заканчивать. Всем спасибо за просмотр, кто смотрел. С вами был Андрей. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok